Здесь все необычно. Чувствуется что-то далекое и неизведанное. Запахи, слова, звуки. Самым настоящим шаманским обрядом открылась выставка «Лоскутный мир Якутии». Из года в год в рамках Всероссийского фестиваля «Лоскутная мозаика» в наш город приезжают мастерицы из далекой Якутии. Их работа сочетает в себе традиции, особый колористический строй, ручную сборку и вышивку. Там есть у нас, как видите, панно, разные коврики. Еще мы привезли конское буранство, комплект конского буранства. И там несколько видов, вышивка из конского волоса, лоскутная мозаика. Еще мы привезли, чтобы узнавали наши традиции в Якутии, да, и привезли там конского волосы, шляпы. В этом году в составе якутской делегации 15 человек. Они привезли 96 работ. Ольга Гулиева свой труд демонстрирует сама. На женщине костюм, который она шила целый год. Воссоздан он по мотивам раскопок 19 века. Орнамент защищает жизненно важные органы, но есть оберег и помощнее. В руке у меня называется комара-махалка, по-якутски называется дейбирь. Дейбирь сделана из белого конского волоса. Видите, как здесь медная ручка и шарики, которые, это обереговая защита, функцию выполняют обереговую. И отгоняют всех злых духов от меня и от всех, кто к этому прикасается. В работах якутских мастериц просматривается уникальная техника контирования. Каждый лоскуток обработан вручную, каждый на своем месте. Здесь, например, в орнаменте цвета перекочевки. Коричневый, серый, белый символизируют оленей. Зеленый, синий – природу края. Посвящается работа прекрасной половине венского народа. Женщина, которая занимается в стойбище такой невидимой работой, как кормление своих близких людей, занимается в стойбище, это рождение отел, олених и так далее, занимается обработкой шкуры, шитья одежды. И вот наступает, рождается новая весна, женщина тоже просыпается вместе с природой и шьет себе красивую одежду. И принимает участие на таком красивом празднике Бакалдын. Познакомиться с работами якутских мастерец можно в Доме национальностей. Выставка будет открыта до 21 июля по будням с 9 до 18 часов. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванов.